Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот пришла снимать видео про арбузики, которые у меня около забора будут выращиваться. И увидела карликовые томаты и подумала, что с вами тоже нужно поделиться этой идеей. Может быть вы тоже возьмете ее на вооружение. Вот смотрите, это комнатные горшочные сорта карликового томата. Вот например, это пиноккио. Ну такая же есть балконная звезда, розовая жемчужина. Я в комнате их конечно не выращиваю, я их использую как украшение. Вот видите, это у меня дорожка идет и бордюр. И вдоль бордюра, как в качестве украшения, как вроде как вместо цветов, я высаживаю вот эти карликовые томаты. Очень красиво будет, когда они разрастутся и будут идти прям сплошной-сплошной-сплошной полосой зеленой. И все будут усыпаны маленькими красненькими шариками, помидорками. У меня есть внук, он будет приходить ко мне в гости и рвать эти маленькие крошечные помидорки. Я вот сюда целый лоток, вот видите, они уже цветут. Они будут очень рано, они созреют быстро. Целый лоток я сейчас высажу вот этих помидоров. Идет туда до конца бесконечности, не знаю сколько. Здесь у меня высажены крупные великаны. Вот видите, они уже все в помидорах. Но тут так как остается место между крупными и дорожкой, бордюром, я ни одно место, ни один сантиметр не оставляю пустым. И вот здесь у меня карлики высажены. Такой строй идет длинный-длинный до самого конца. Представьте, тут будет много-много-много маленьких помидорок. Их можно будет потом просто украшать ими блюда, резать в салаты, консервировать. Ну и даже если они будут лишние, зато какая красота. Так что всем советую, используйте для украшения, для оформления своего огорода вот такие миниатюрные маленькие сорта томатов. Они выращиваются в рассаде очень просто, они не вытягиваются, они не капризные, они не падают, их не надо привязывать, пасынковать. Посадил как цветок и выращивай все. До свидания. Обо всех своих идеях, все что я делаю в своем саду-огороде, я все выкладываю в Одноклассники на страницу. Заходите, Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск. Вы найдете там много интересного и может быть что-то вам пригодится. Желаю всем красивого сада-огорода и больших урожаев. Даже на маленьких крошечных участках, таких как у меня, вот у меня всего 6 соток. Но все, все я в нем размещаю.